Дорогие друзья, на библейском портале «Экзегет» продолжаем с вами размышлять над темой о знамениях и чудесах Христовых и святых апостолов и как правильно относиться вообще христианину вообще к любым знамениям и чудесам, как бы в более таком широком смысле слова. И как бы отправной точкой наших с вами размышлений для тех, кому это интересно, дорогие друзья, кто захочет слушать и вместе задуматься, те самые слова, как в предыдущих наших встречах мы ставили в качестве такого отправной точки слова Господа Иисуса Христа из Евангелия от Матвея. «Род лукавый и прелюбодейный, знамение ищет, и знамени не дастся ему, кроме знамени и он и пророк ее». Евангелие от Матвея, 16 глава, 1-4 стихи и слова из Евангелия от Марка. «Когда Господь, вздохнув, и на требование знамени с неба со стороны фарисеев, глубоко вздохнув, сказал, для чего род сей требует знамени, истинно, говорю вам, не дастся роду сему знамени». Обратимся к Евангелию от Иоанна, 4 глава. «Итак Иисус опять пришел в Канну Галилейскую, где притворил воду вино». То есть Господь возвращается в город, где Он уже совершил свое первое чудо, столь явное, очевидное, которое до Него никто там не совершал. В Капернауме был некоторый царедворец, у которого сын был болен. Он услышал, что Иисус пришел из Иудеи в галерею, пришел к нему и просил его прийти и исцелить сына его, который был при смерти. Иисус сказал ему, «Вы не уверуете, если не увидите знамени и чудес». Обратите внимание, дорогие друзья, спаситель много раз в Евангелии мы читаем, когда на просьбы людей, а на раз даже люди не успевали попросить, а просто по своему милосердию, видя стражащих, Господь их исцелял. А здесь, казалось бы, такой эпизод, может быть, даже вызывающий некоторые удивления, и он должен быть предметом нашего размышления в контексте нашей сегодняшней темы, что на просьбу царедворца, у которого сын был болен, просьба естественная. Отец страдает за своего ребенка и просит прийти исцелить. И Господь соглашается это сделать, но произносит фразу, которая как бы может показаться неуместной здесь. «Вы не уверуете, если не увидите знамени и чудес». Потому что, если мы вспомним другой эпизод Евангелия, когда язычник, римский сотник, у которого отрок, не сын родной, не родственник, а отрок, ну, как бы слуга, был болен, и он просил Христа сказать только слово. Он говорит, Господи, то есть, Господин, я не достоин, чтобы ты вошел в дом мой, скажи только слово, и исцелеет мой слуга. Там вот этот язычник, сотник римский, проявлял большую веру, что даже Господь Иисус Христос, повернувшись и удивился его вере, и сказал, истинно, истинно говорю вам, ибо Израиле не нашел и такой веры. А здесь в Капернауме царедворец просит прийти исцелить его сына, и вот поэтому Господь произносит эти слова, слова не случайные. «Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес». Это еще раз подтверждает общую святоотеческую линию осмысления чудес Христовых, что первенствующие – это проповедь Слова Божия, а чудеса даются вспоможение к проповеди Евангелия, проповеди Слова Божия. И оставляющие Слова Божие, как бы невнимающие или непонимающие его, они ищут убеждения от чудес, и такие люди достойны сожаления. То есть сам Господь Иисус Христос, Он ублажал, ублажал, то есть назвал блаженными, счастливыми тех, которые не видят, а веруют. Вот мы помним, чем закончился эпизод с уверением апостола Фомы, когда уже воскресший Христос является своим учеником, и Фома присутствует с ними, Господь является через затворенные двери, показывает Фоме свои прободенные руки, и говорит, принеси руку твою, прикоснись к ранам моим, и к рукам моим, и к прободенному ребру, и не будь неверующим и верующим. Апостол Фома говорит, Господь мой и Бог мой. И вот произносят эти важные в контексте нашей с вами сейчас беседы слова Господь, говорит, ты увидел, поэтому веровал, блаженны не видевшие, а верующие. То есть, именно Господь ублажает тех, кто верует слову, слову других, а не тех, которые видят и как бы удостоверятся. И, естественно, высказывает Господь сожаление о тех, которые ищут знамения чудеса. Потому что, как очень мудро пишет святитель Игнатий Бринчанинов, зачитаю вам, дорогие друзья, очень важные его слова, чтобы говорить не от себя. Достойны сожаления, оставляющие слово и ищущие убеждения от чудес. Этой потребностью обнаруживается особое преобладание плотского мудрования, грубое невежество, жительство, перенесенное в жертву тлению и греху, отсутствие упражнения в изучении Слова Божия, неспособность души соучаствовать Святому Духу. «Знамения были наиболее предназначены для убеждения и приведения к вере людей чувственных, пишет святитель Игнатий, занятых попечениями этого мира. Погруженные в житейские заботы, постоянно пригвожденные душой к земле, делают свою душу малоспособной к пониманию Слова Божия и милосердное Слово Божие, Слово, само Слово Божие с большой буквы, Сам Господь Иисус Христос, привлекало таких людей ко спасению, которое дается Словом, проповедью, через видимые знамения. Уверовавшие по причине знамений составляли низший разряд верующих во Креста, когда им предложено было духовное, возвышенное и всесвятейшее учение, превосходящее их понятие. Они не захотели спросить объяснение Божие и осудили это Слово, Слово Божие, которое есть в Дух и Жизнь, и тем самым обличили свою поверхностную веру и свой сердечный залог, и мнозия от ученика Его, которые до этого видели множество знамений, и до шовспяти к тому не ходиша за ним. О чем здесь говорит святитель Игнатий Бринчин? Он здесь упоминает эпизод из Евангелия от Иоанна, шестая глава. Обращаю ваше внимание, дорогие друзья, кому это интересно, я очень надеюсь, что если среди нашей зрительской аудитории есть наши уважаемые друзья-протестанты, им особенно, наверное, стоит над этим задуматься, потому что я вам зачитываю текст Священного Писания. Шестая глава Евангелия от Иоанна. Иисус сказал им, «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий Мою плоть и пьющий Мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть Моя истинно есть пища, и кровь Моя истинно есть питье. Ядущий Мою плоть и пьющий Мою кровь пребывает во Мне, говорит Господь, и я в Нем. Как пославший Меня живой Отец, и я живу Отцом, так ядущий Меня жить будет Мною. Сей-то есть хлеб, сшедший с небес, не так, как отцы ваши ели манну и умерли. Ядущий хлеб сей будет жить вовеки». Это потрясающе по своей глубине, по своему глубокому богословскому наполнению слова Спасителя о таинстве Евхаристии, который продолжается в православной церкви и будет продолжаться до второго пришествия Христа Спасителя, что к глубокому сожалению, просто к слову говорю, наши уважаемые друзья протестанты, которые Слово Божие изучают и иной раз даже гордятся тем, что они его часто читают. Но вот это закрыто для их понимания. Вот здесь сам Господь говорит о хлебе, сошедшем с небес, о своей причистой плоти и крови, которые вкушающие будут иметь в себе жизнь. Вот обратите внимание, сказав это, он говорил это в синагоге, учав Капернауми. Многие из учеников его, слыша то, говорили, какие странные слова, кто может это слышать? То есть, смотрите, многие из учеников, которые ходили за Господом достаточно долгое время, видели многие его чудеса, видели, как он исцеляет, видели, как он умножал хлебы, в пустыне накормил столько людей. То есть, множество знамений, чудес Бога-человека, Христа они видели. И, может быть, даже чудесами его и привлеклись, привлеклись, были привлечены к тому, чтобы ходить и слушать этого великого чудотворца, пророка. И вот, когда он им сказал то, что превышало их плотской разум, как раз вот все то, о чем я сейчас вам процитировал, святителя Игнатия Бринчанина, они говорят, какие странные слова, кто может это слышать? И сказав, из этого времени, многие из учеников его отошли и уже не ходили с ним. Сказав это, отошли от него. Те, которые видели знамения и чудеса. Значит, видение знамения и чудес, которые даны, как вспоможение Слову Божию, это все-таки признак немощной, недостаточной веры. Вот как только что я вам цитировал слова святителя Игнатия, что уверовавшие по причине знамени составляли низший разряд верующих во Христа. Когда было предложено духовное учение, они казались неспособны его понять и не пытались Господа вопросить, как понять это слово. А апостол Петр как раз на вопрос, адресованный уже к двенадцати ученикам, не хотите ли и вы отойти? А Симон Петр отвечает, Господи, к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. И мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога, жива. Таким образом, дорогие друзья, мы видим, что все, что необходимо, сделано спасителем для спасения людей. Господь сделал все. Он проповедовал Евангелие Царствия. Он говорил о Царстве Божьем в притчах, чтобы, насколько это возможно, человеческому сознанию понять, что такое Царствие Божье. И много раз притча начиналась такими словами. Царствие Божье подобно, допустим, зерну горчичному, неводу закинутому, который берет рыб всякого рода, или сеятель, который вышел сеять, и так далее, и так далее. И приводил наглядный в понятный, в общем-то, из окружающей жизни аналогии. Ученикам наедине изъяснял тайны Царствия Божьей. Творил Господь великое множество чудес. И вот, тем не менее, книжники и фарисеи, религиозные вожди Израиля, даже видя его чудеса, множество чудес неопровержимых, и, слыша его учения, так и остались закосневшим сердцем, слов Христа Спасителя не приняли. И вот тут очень важная мысль. Оказывается, даже видя чудеса, видя такие чудеса, которых никто никогда не творил, можно иметь настолько закосневшее в невежестве, в богоборчестве, настолько упорное и наглое сердце, что не понимать этого. С чем это связано? Ответ мы, опять-таки, находим в Евангелии от Иоанна. Зачитаю вам, дорогие друзья, как Господь обращается как раз к тем, религиозным вождям Израиля, книжникам, фарисеям, хорошо знавшим закон, постоянно ходившим за Спасителем, следившим, пытавшимся неоднократно уловить его в слове, задававшим ему неоднократно очень такие каверзные вопросы, чтобы уловить его в слове. И вот Господь задает им вопрос. Евангелие от Иоанна, 8 глава. «Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слово мое. Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять пухоти отца вашего. Он был человек-убийца от начала и не устоял в истине, ибо в нем нет истины. Когда он говорит ложь, говорит свое, «Потому что он лжец и отец лжи». То есть, так как ваш отец – дьявол, вы не можете принять слов моих. «А как я истину говорю, то не верите мне. Кто из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю истину, почему вы не верите мне? Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога». В контексте нашего с вами сейчас, дорогие друзья, размышления, это Господь говорит тем, которые даже, видя множество чудес, явных, по своему жестокосердию, готовы были даже эти чудеса, скажем так, адресовать дьявольской силе. То есть, говорили, «Он изгоняет злых духов силою Вельзевола, князя Бесовской». То есть, даже видение, созерцание чудес не делает человека, сердце которого закрыто для слова Божия, для познания нести, не делает его восприищенным к пониманию веры. Вот как пишет святитель Игнатий Бричнинов об этом же. «Христианство преподано с такой определенностью, что нет оправдания для тех, кто не знает его. Причина незнания одно лишь наше произволение. Как солнце светит с неба, так светит христианство, закрывающий произвольно глаза, да приписывает свое неведение и невидение собственному произволению, а не отсутствию света». Простой достаточно пример и понятным, что солнце светит на небе, кто зажмурил глаза или закрыл плотной рукой свои глаза, пусть не говорит, что солнца нет, потому что солнце есть, это ты не хочешь его видеть. Причина отвержения спасителя людьми заключается в людях, как в них же заключается и причина принятия Антихриста. И вот в подтверждение, собственно, вот этих слов, слов святителя Игнатия Бричнинова необходимо вспомнить вот эти слова Священного Писания. «Если я пришел, ащи небых пришел и глаговал им, греха небыше имели, ныне же вины, то есть изменения им, а то грехе своим, ащи дел небых сотворил них, их же никто же сотворил, греха небыше имели, ныне же видиша и возненавидиша меня и отца моего». Это говорит Господь в Евангелии от Иоанна. То есть, «видели и возненавидели меня и отца моего». Таким образом, мы видим, дорогие друзья, что видение чудес людьми, сердце которых закрыто для Слова Божия, не способствует тому, что они приблизятся к вере в Бога. Еще один очень важный нюанс для осмысления чудес Христовых. Все чудеса Христовы, как об этом очень мудро пишет опять-таки святитель Игнатий Бринчиньев, чудеса вочеловечившегося Бога составляли собой величайшее вещественное благодеяние, какое только можно себе представить. Однако, несмотря на благотворность, святость чудес Христовых, эти чудеса были дарами временными. В точном смысле слова это были знаменями. Знаменями были они для вечного спасения. Воскресшие, воскрешенные Христом, люди опять умерли в свое время. Им возвращена была жизнь на время. Исцеленные от различных надугов впоследствии все равно заболевали и также прошли через врата телесной смерти. Вот эти излитые временные вещественные благодеяния были знамени благодеяния вечных, чтобы вечные дары были поняты людьми, которые, они должны были из вот этих внешних сделать правильный вывод. И когда вера, вера, Слово Божие было насаждено со времен апостольских, то впоследствии вот это обилие чудес, обилие исцелений, дар проповеди на разных языках было постепенно, скажем так, отнято Богом от церкви. Вот еще святитель Иоанн Золотовуст, великий отец и богослов, выдающийся оратор христианский четвертого века, уже тогда обращал внимание, что чудеса оскудевают. Лишь у немногих иноков, живущих в пустыне, которые стали сосудами Духа Святого, преобладает обилие чудес и исцелений. Чудеса постепенно отнимаются от земли. Почему? Потому что главное это Слово Божие. Главный акцент это веровать Слову Божию, веровать Святому Евангелию, веровать свидетельству Священного Писания. Чудеса даются как вспоможение. Если же делать акцент только на чудеса, то можно, уподобившись парисеям, которые видели чудеса, но сделали неправильный вывод, так и остаться чуждым божественной истины. Вот на этом сегодня закончим наше с вами размышления и в следующей беседе Дай Бог продолжим рассуждать на тему, как христианину правильно относиться к чудесам и знаменям. Будьте здравы и Богом хранимы. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok